Восковой двойник Ангелины Зверевой стоял в полумраке между двух больших окон. Его выдавало лишь белое пальто с черными кружевами. Осторожно приблизившись, Стас и Луиза с опаской взглянули на неподвижную куклу. Та смотрела прямо перед собой неподвижным стеклянным взглядом. — Выглядит, как обычный воск, — прошептал Стас. — Но я ее сюда не ставил, — напряженно произнес Денис. — Наверное, и это не приносил, — шепотом спросила Луиза, указав на пол. У ног восковой фигуры лежал старинный топор с длинной деревянной рукояткой. — Откуда он здесь? — нахмылился Денис. — Это же музейный экспонат. Стас наклонился, чтобы поднять орудие. И в этот момент кукла пришла в движение. Луиза испуганно взвизгнула, когда восковая женщина схватила Стаса за шиворот и так легко швырнула его в окно, словно он ничего не весил. Парень выбил телом стекло и с жутким грохотом вывалился наружу. Следом посыпались осколки, и тут же за окном послышался громкий всплеск воды. Луиза шарахнулась назад, зацепилась за торчащую половицу и полетела на пол рядом с лестницей. Секунду спустя над ней нависла тень, вскинувшая над головой старинный топор. Девушка проворно откатилась в сторону и кувырком полетела с лестницы. Впрочем, это в любом случае было лучше, чем лезвие топора, с треском вошедшее в доски пола именно там, где только что лежала Соловьева. — Остановись! — перепугался Денис. — Я приказываю тебе! Восковая Ангелина Зверева, спугающе безразличным лицом, повернулась к нему и взмахнула топором, целясь в парня. Денис вытращил глаза и с перепугу перемахнул через лестничные перила. Он тяжело приземлился на первом этаже и, не удержавшись на ногах, свалился на пол. Восковая статуя с невозмутимым видом начала тяжело спускаться вниз по лестнице. Самым жутким было то, что все это время она хранила молчание. Деревянные ступеньки натужно скрипели под ее весом. Луиза торопливо поползла подальше от лестницы, но кукла легко ее нагнала. Денис, рванувшись вперед, заслонил девушку. Из кармана пальто он выхватил старинный медальон, напоминающий перевернутую звезду, и выставил его перед собой. — Языди! — прорычал парень. — Заклинаю тебя! — Восковая фигура отшатнулась, словно от полыхающего факела, заслонив рукой лицо. Но эффект оказался недолговечным. Уже через миг она снова размахнулась с топором, а едва не снесла Денису голову. Тот едва успел отскочить к стене. — Черт, а обереги не работают! — выдохнул чернокнижец. — Она слишком сильно! А кукла, вскинув топор, грузно шагнула к перепуганной Луизе. Девушка вскочила на ноги и пулей вылетела на улицу. Она захлопнула за собой дверь мастерской, но удар робухом топора тут же снова распахнул ее. Стас, с головы до ног перепачканной тиной, только что выбрался из воды. Парень весь трясся от холода. На его лице и руках кровоточили порезы. — Берегись! — крикнул он замешкавшейся Луизе. Та стремительно пригнулась, и лезвие топора пронеслось над ее головой. — Не дайте ей уйти! — крикнул Денис, выбежав из сарая. — Ее необходимо остановить сейчас! Другого случая может не быть! Он прыгнул на куклу сзади, повис у нее на шее, но та, не глядя, ткнула его рукояткой топора в живот, и Денис задохнулся от боли. Восковая Ангелина легко стряхнула его с себя, затем схватила за грудки и швырнула обратно в распахнутые двери мастерской. Стас налетел на нее с разбега, но это оказалось все равно, что врезаться в фонарный столб. Кощеев растянулся на земле, а кукла, устояв, повернулась и снова размахнулась своим жутким топором. Луиза схватила Стаса за руки и рывком, дернув на себя, протащила по земле. Откуда только силы взялись? Лезвие топора вошло в землю между широко расставленными ногами Кощеева. Стас только уйкнул, затем, вскочив, проворно бросился обратно в мастерскую. — Тут есть хоть что-нибудь! — крикнул он. — Грабли, вилы, кусок трубы! — А набор кистей и мастихинов тебя не устроит? — издевательски спросил Денис. — Захочу нарисовать ее портрет, обращусь к тебе! — огрызнул Скащиев. Луиза кинулась за ним, а ужасная кукла, волоча топор за собой, уже шла за ними по пятам. Денис с грохотом захлопнул за Соловьевой двери и запер их на стальную задвижку. Едва он успел это сделать. Как доски над его головой разлетелись в щепки, в дыре показалось лезвие топора. Восковая Ангелина быстро начала крушить дверь. Стас заметался по мастерской в поисках чего-либо, что можно использовать против чертовой куклы. В этот момент дверь окончательно разлетелась, и в проеме показалась восковая фигура в белом пальто. С тем же холодным, невозмутимым лицом она шагнула через порог с топором в руках. Луиза свизгом отпрянула вглубь помещения. Статуя поковыляла за ней. В этот момент Денис выхватил из-за печи длинную железную кочергу, и когда кукла замахнула из топором на Луизу, парировал ее выпад. От мощного удара кочерга вылетела из его рук, и парень, ругаясь, на чем свет стоит, затряс ушибленными кистями, но кочергу подхватил Стас, который был гораздо сильнее Дениса. — Зажгите в печи огонь! — приказал Кощеев, наступая на кошмарную куклу. Та нанесла удар топором, но он с легкостью отбил ее выпад. Денис метнулся к печи и повернул рукоятку крана на трубе, опустив в колонку газ. Затем несколько раз надавил кнопку электрического розжига на щитке у основания печки, и внутри ее с громким хлопком вспыхнул огонь. — Нужно загнать ее туда! — крикнул Стас. — Воск! Понимаете? Он замахнулся на куклу-кочергой. Та механически неуклюже, словно робот на шарнирах, махала топором, но при этом слабее не становилась. Восковая фигура не могла выдохнуться и обессилеть. Кричая и отбиваясь, Стас задом двигался к очагу печи, а статуя продолжала наступать.